Окей, у вас такое слово говорят, почти как Аллилуйя, стало интернациональным, да? Я, чтобы не упустить, сразу скажу, что мы привезли с собой интересные новинки, очень интересные, с некоторыми людьми, три разных интервью, не упустите возможности посмотреть, а также некоторые новые учения из Слова Божьего, вот вы имеете возможность их приобрести, просто это благословит вашу жизнь. Мы сразу придем просто к Библии, к Слову Божьему, продолжим наше служение перед Господом. После того, как человек приходит в церковь, приходит в Дом Божий, приходит в семью Божью, поиск человека не останавливается, человек так интересно устроен, что он постоянно в поиске, человек постоянно в поиске, это нормально, это сопровождает жизнь человека повсеместно, постоянно. Тем человек отличается от животного, что животное, оно не страдает по этому поводу, оно не мучается, то есть, животное живет инстинктами, животное должно быть сытым, отдохнуть, и на этом все интересы, все запросы, все потребности останавливаются. Человек постоянно терзаем вопросами, постоянно мучим вопросами. И, вы знаете, пока человек не найдет Творца, Творение не может найти себя, Творение не способно обнаружить себя, потому что только Творец знает намерения, которые имеет у человека, только Творец. Но когда человек находит Творца, казалось бы, ему успокоится, и человек на какое-то время успокаивается. То есть, очень важный философский вопрос в его жизни отвечен. Боже, слава Тебе, вот откуда я и зашел, я и зашел от Тебя. Ты начало меня, значит, я в Тебе, я от Тебя, Тобою, к Тебе. То есть, развязывается очень большой, важный вопрос. Апостол Павел очень уверенно об этом пишет и говорит, что Бог, как Творец, назначил всем людям на земле, определил им. То есть, прописал, прописал, знаете, прописал. Он, как Творец, прописывает многие вещи. Есть время и устав всякой вещи и всякому человеку на земле. И вот Бог прописал человеку такое определение, чтобы все люди искали Бога. Это заложено, это чип такой, вставлен в человеческое сознание, в душу человека. Понимает этот человек, не понимает, он постоянно ищет. Понимает ли он, что Бога ищет, не понимает, себя ищет. Но человек постоянно ищет, это Бог вложил в человека. Чтобы все люди искали Бога, не найдут ли Его и не ощутят ли Его, хотя Он и недалеко, и дальше очень важное слово. От каждого из них. Как бы ты ни бежал от Бога, ты от Бога убежать не сможешь. Как бы ты ни бежал от запроса своего сердца, своей души, ты не можешь убежать от того определения, которое Бог поместил вовнутрь тебя. Я уже в первой части говорил это важное слово Давида. Он говорит, куда я пойду от Духа Твоего, от лица Твоего, куда скроюсь. Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. И там рука Твоя поведет меня и поддержит меня десница Твоя. Мы не можем уйти от Бога. Самый отъявленный, я дерзну эту вещь сказать, самый отъявленный атеист, открытый безбожник, даже богохульник, он все равно существует, даже биологически, не распадается только благодаря Богу. Благодаря Богу. Мы им не только живем, мы ими движемся, мы вообще существуем. Самая маленькая букашка, которая просто летает, она существует благодаря Творцу. Когда-то Эйнштейн писал свои знаменитые труды, сидел просто за этими бумагами день и ночь до умопомрачения. И он пишет в своем дневнике, и когда я прописывал, как преодолеть законы притяжения, как с этой гравитацией справиться, на мой листок села маленькая букашка. И мой разум смирился перед величием Бога. Я сказал, Бог есть, потому что вот это творение есть. Оно способно преодолеть это все. Оно способно летать. Оно способно в себе содержать силу, чтобы поднять свое тело. Оно способно жить. Вы знаете, у нас там в Калифорнии, где мы живем, есть парк больших деревьев. Огромных деревьев. Просто огромных. Стволы этих деревьев больше, чем от этой сцены до сих пор. Я не знаю, сколько метров. Это удивительные сихвои. И огромнейшей величины ты просто замираешь. Вот приезжая в этот парк, ты замираешь просто от величия этой природы. И я просто подумал, какие надо иметь мощные насосы, чтобы воду поднимать. Для такого дерева оно существует столетиями. Сколько необходимо поднять воды, какие нужно иметь насосы, силу поднимать по тонким капиллярам в самый отдаленнейший листочек этого дерева. И оно существует само по себе, без всякой посторонней помощи. Оно содержит в себе жизнь. Потому, вы знаете, когда мы начинаем размышлять, Давид говорит, когда я посмотрю на небеса. И когда я размышляю о небесах, о звездах, я начинаю понимать, что и человек, что ты помнишь его. И сын человеческий, что ты посещаешь его. Я, друзья, просто хочу сказать, что когда мы находим Бога, мы на какое-то мгновение успокаиваемся. Но потом, оставшись в живых, продолжая жить на земле, всякого здорового, нормального человека продолжает беспокоить очередной вопрос. Вообще, почему я оставлю жить? В чем состоит Божье предназначение для меня? Это самый нормальный, самый здоровый вопрос. И если верующий человек не будет константно, систематически заниматься познанием воли Божьей, поиском воли Божьей для своей жизни, он точно так же придет к разочарованию. Он придет к какому-то замешательству в своей жизни. Он остановится в процессе своего развития. Человек обязательно должен искать то, что Бог определил для него. Если мы искали Творца, если мы встретились с Ним, то теперь мы обязаны просто искать себя в Творце. Обязаны искать то, что Бог определил прежде нашего рождения для нас. Станьте на эту дорогу, станьте сознательно. И Иисус просто начнет вам открывать свою волю. Это чрезвычайно важно. Я помню, вот вспоминаю свои 16 лет, даже 16 лет. В 14 я попал в больницу, я первый раз 7 дней провел без родителей, в больнице один. Это был очень даже переломный момент в моей жизни, когда Господь просто со мной разговаривал. Я днями стоял возле окна, я видел, как умирали люди в палате. Я просто начинал размышлять. Первое, что я понял, что жизнь очень бренна. Она просто настолько легко может оставить тело. Вы знаете, и вот эта страсть к жизни, такая плотская страсть, она как-то угасать стала. Она угасла. Ты смотришь, настолько все бренно по кругу. Человек вот просто рвется, рвется, стремится и потом разбивается, разбивается. Я однажды летел в самолете и русский человек ко мне подошел там в Штатах и говорит, я вас знаю, могу я возле вас сесть, рассказать свое горе. Я говорю, садитесь. Он сел и говорит, у меня очень большая компания. У меня больше 40 грузовых машин, траков, выплаченных. Это огромнейший бизнес. На меня работают сотни людей. У меня несколько больших вилл есть в других странах. Яхта дорогая за несколько миллионов. Но вы знаете, несколько недель назад от меня ушла жена. Забрала детей. Он сидел, взрослый мужчина, кусал свои губы и говорил, оно мне теперь вообще все не мило. Оно мне все не надо. Я бы сейчас уехал в самую далекую деревню. Я бы просто сажал картошку где-то. Я бы просто вот работал землей. Лишь бы мне все вернуть. И вы знаете, я как бы в жизни стал просить у Бога мудрости. Я вот понял, что мудрость, она связана с сердцем. Не с интеллектом. Не с тем, как много ты книг прочитал. Почитая эти притчи, и вы увидите, что мудрость, сходящая свыше, это то, что происходит в твоем сердце. Не надо никого ничем впечатлять. Надо быть очень честным с собой. И у тебя все в жизни получится. Надо просто следовать путем сердца. Однажды ко мне в офис пришла женщина, мама пятерых дочерей. У нее пятеро детей и все дочери. И она пришла в офис и говорит, Александр, мы не так давно приехали в эту новую страну. И вы знаете здесь всех. Вы здесь намного дольше прожили, чем мы. Может быть вы как-то поможете. Мне так бы хотелось, чтобы мои дочери познакомились с хорошими ребятами. Чтобы как-то устроилась их жизнь. Они уже взрослые. Но она, конечно, с такой заботой, материнским таким сердцем это все говорила. Так понятно, что ей было не до конца приятно об этом просить. Но она мама. Она имеет право. Я не могу ее критиковать ни за что. И она говорила, это мое счастье, если бы я видела жизнь своих дочерей устроенной. Вы знаете, она ушла. Я как мог ей советовал, помогал. Она ушла. И я вернулся домой в тот вечер. И свою дочь Вику ложил спать. Я как-то так ее на руках носил. И молился о ней. Уже был поздний вечер. Молился о ней. И говорил, Господь, Ты дал мне ту же дочь. Я ее очень крепко люблю. Это просто чудо в нашу жизнь. Если бы вы знали, как она родилась. Просто это Божья милость к нам. И я носил ее и говорил, Господи, я... Если ее кто-то любит, наверное, я больше всех люблю. Потому что я отец ее. Она мне очень дорога. Но если бы Ты спросил меня, чего бы я хотел для своей дочери? Больше всего. Что для меня вот составляет счастье моей дочери? В чем оно состоит? Вот сказать, я хочу счастья своей дочери. Что для меня это значит? И я вот начал искать в своем сознании, что бы я увидел. И что бы я мог назвать счастьем для своего ребенка. И я сказал, удачное замужество. Да, это приятно. Но я сказал, это не настолько важно. Вырастет ли она очень красивой внешности человеком. Не очень красивой. Выйдет ли она замуж за белого или чернокожего человека. Это не столь, в принципе, важно. Выйдет ли она замуж вообще или не выйдет. Не это составляет человеческое счастье. Просто я слышал, как Бог мне это показывал. Бог не стал в духе это показывать. Как бы мысли шли дальше, чем вот эти вот наши запросы. Чем то, что мы сами себе называем счастьем. Мысли текли дальше. И я просто пришел к убеждению, Господь, я не могу обрамить вот в свою рамочку счастья, сказать, счастье это. И вот прописать и всегда к этому стремиться. Потому что придя к этой точке, мы вдруг обнаруживаем, что не это счастье. И не в этом все счастье. Да, это важно. Но я сказал просто в этой молитве, сказал Господь, мне важно, чтобы, буду ли я видеть свою дочь, не буду, буду слышать, не буду по телефону с ней говорить. Чтобы она была просто счастлива, чтобы она просто была жизнерадостным человеком. Чтобы она радовала жизни. Вот для меня это важно. В каких обстоятельствах она будет жить. Как мать Тереза, она прожила в Индии большую часть своей жизни. Она была счастливым человеком. Потому что она нашла свое место, и она покорилась Богу. Покорилась воле Божьей. И я вот верю, что самое комфортное место, где человек себя чувствует, ну, как мы выражаемся, как рыба в воде. Легко человеку. Это место Божьего определения. Божьего определения. Вот туда, где Бог определил человека, поместил человека. Он там как хозяин. Вы знаете, он, вот когда ты заходишь в дом, и ты видишь хозяйку, да, женщину, вот в доме. Она все знает. Она моментально найдет тарелку, она побежала, она принесла, она поставила. Вот ты смотришь, как бы это ее стихия. Это ее дом. Она здесь довольна. Она здесь обустраивает этот дом. Вот я верю, что Бог так хочет, чтобы мы чувствовали себя в жизни. Если человек не на своем месте, он сам мучается и других людей мучает, которые вокруг него. Он сам недоволен и всем портит настроение. Я бы хотел немножечко коснуться этого важного вопроса. Как вообще в жизни понять, что Бог определил для нас? Мы же левующие люди. Давайте сделаем шаг дальше. Давайте сделаем шаг дальше, христиане. Шаг просто к тому, чтобы Бог нам открыл, что Он о нас замыслил. Я в свои 16 лет просто искал Бога. Я жаждал Бога. Я проводил дни иногда в парке, в лес уходил. И я просто садился, молчал, плакал иногда, просил Бога. И я не буду сейчас рассказывать о деталях. Я просто знаю, что все, что происходит в моей жизни, это результат большой Божьей милости. И результат очень большой жажды. Жажды по Богу. Я любил и люблю русскую поэзию. Русский язык. Это богатый язык. Это шикарный язык. И вы знаете, я в школе, когда сдавал экзамен по русскому языку, я помолился так сильно. А школа еще была такой советской закалки. Я помолился. Я говорю, Господи, как бы я хотел вытащить билет. Там был такой билет из 40 вопросов. Вот рассказать ваше любимое стихотворение, любимого русского поэта. И она меня вызывает первым. Первым. Учитель была так жестко настроена против верующих. И я выхожу первый. Думаю, шансы очень невелики. Хотя с другой стороны, никто еще не тянул билет. Я беру первые из 40 билетов. Ваше любимое стихотворение. Наизусть. Вашего любимого поэта. Правда вам свидетельствует. Я просто увидел, что это рука Божья. Ну, я, естественно, здесь уже отвел душу. Я говорю, Михаил Юрьевич Лермонтов, стихотворение молитва. В минуту жизни трудную, теснится ли в сердце грусть. Одну молитву она хватит. Хватит. Еще одно стихотворение. Я говорю, держали. О да Бог. Она, не надо. Пять. Садитесь. Вы знаете, я, у меня был период, я читал поэзию в русских и сейчас читаю, но был период такой просто тоски внутренней, очень большой, печали внутренней, когда я читал, как красиво эти люди выражались о женщинах, о природе, о жизни, о чем угодно, о партии, о каких-то чувствах своих и не о Боге. Я помню этот период, это больше шести месяцев, у меня даже молитвы не было. Я просто вставал на колени и говорю, Господи, ну, в конце концов, ну, подними кого-то, ну, подними поколение людей, ну, подними, ну, забери сердце, ну, чье-то сердце, ну, ты заслуживаешь, чтобы так говорили о тебе. Нет, ты достоин этого, ты же Бог, ну, ты же дал этим людям. Они не вернули тебе эти таланты, они их уклонились просто. Ну, ну, сделай что-то. И я помню, Бог просто мне открыл 23-й псалом, и Бог меня спросил, кто царь славы? Я сказал, ты, Господи, ты царь славы. И Бог просто говорил со мной, я буду брать немощное, я буду брать ничего незначащее, я буду прославляться. И я стал искать Бога, и я говорил, Господи, я не хочу никаких амбиций, мне ничего не интересно, оно просто не привлекает. Оно не доставляет никакого удовольствия. Понимаете, есть вот человек, начиная служение, даже служение, даже служение, но он зачинает это не в духе, не от откровения, он зачинает это в душе, в амбициях. То есть человек может сказать, так он за концом, что я не умею, да что я не могу спеть, что я не могу организовать передачу какую-то на телевидении. И человек это зачинает в душе. Человек даже может прочесть очень впечатляющую биографию Лестера Самбрала и сказать, все, я буду миссионером. И оно действительно зажигает. Но о том, что зачинается в душе, слово Божье говорит, что земля не глубока. Как быстро оно всходит, так быстро оно увядает. Потому что оно не зачито в духе, оно не выношено. Оно должно быть выстрадано, оно должно стать образом, ритмом жизни. Это не фейерверк, как у вас здесь пускали на Дни Независимости. Часто молодые люди, это порыв. Все, едем, все, будем делать, все, будем молиться. И этого хватает на короткий отрезок жизни. Я же стал понимать, что все, что Бог зачинает, Он должен зачать глубоко внутри человека. Это не рождается за одни сутки. Это берет время. Ты вынашиваешь это, ты ходишь с этим, ты плачешь с этим, ты молишься с этим. И оно вынашивается, вынашивается в тебе. Я верю, что в этом зале есть люди, которых Бог вынашивает что-то определенное время. Бог просто ожидает. Вы носите эту идею. И я знаю, что Бог хочет через вас двигаться, через каждого человека. Просто один человек принимает это слово, а другой во время искушения отпадает. Когда приходит искушение, давление на человека, человек отпадает. И я хочу показать, насколько важно быть человеку на своем месте. Насколько важно Божье определение, что Бог в своей деснице определил для человека делать. Потому что, когда Бог человека ставит, и человек повинуется и встает на свое место, Бог дает ему благодать. В Библии это названо словом содействие. Есть действие, человек делает действие определенное, разного рода действие. А Бог содействует человеку. Это приставка со. То есть они работают в паре. Как это прекрасно. Они пошли и проповедовали словом при Господнем содействии. 16-20 марка. При Господнем содействии. Как это славно, когда Бог содействует. Но Бог содействует, молодые люди, только в своей воле. Только в области определения. Когда человек, делая даже доброе дело, но выходит из определения, Бог ему не содействует. Почему в Иисусе Христе написано, возвещу определение. Бог сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Как важно это. Во-первых, он знает, что Бог о нем сказал. Во-вторых, он соглашается с этим определением и говорит, вот Бог мне сказал. Я знаю, что это мне определено. И я его принимаю. Вот когда человек находится в области Божьей воли, Бог ему дает полный пакет снаряжения. Бог делает его способным выполнить свою миссию. Обязательно. Если Бог сказал вам вырыть траншею, он вам обязательно даст лопату. Обязательно. Это будет вам не в тягость, а в радость. Вы будете иметь достаточно силы, вы будете уставать физически, но в духе вы будете парить. В духе у вас будет порядок, тишина, потому что вы выполняете то, к чему вы призваны. Апостол Павел, великий апологет и борец истины, встретился с Иисусом Христом на дороге в Дамаск. Да, он был верующим человеком, как мы многие верующие, но вел он себя очень не в попад. Все свои силы, все свои старания, пытаясь угодить Богу, и позже он скажет, что я служил Богу с чистой совестью от прародителей моих. То есть, включая период жизни Павла, когда он гнал церковь, когда он шел против вражда, против самого откровения, противопределения, делал это с чистой совестью, но шел вопреки определению. И Христос, посмотрев на этого ревностного человека, сказал, тебе так трудно, тебе так трудно идти против вражда. Когда человек находится в любом служении и идет противопределения, ему очень трудно, ему очень тяжело. И вот встреча апостола Павла с Иисусом Христом, она изумительна. Я читаю, 26 главу Деяния апостола, где он сам о себе рассказывал. Все мы упали на землю, и я услышал голос, опять этот голос. Все изменяется с этого момента. Я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке. Саул, Саул, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражда. Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Встань, встань на ноги твои. Я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, внимание, к которым, то есть к язычникам, я теперь посылаю тебя. Это определение. Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Поэтому царя Гриппа, это Павел перед Гриппой рассказывает, вспоминая о своем прошлом. Поэтому царя Гриппа, я не воспротивился небесному видению. Послание Иисуса Христа было очень четким. Я посылаю тебя к язычникам. Но Павел, ну представьте себе, ваша семья голодает. Вы, допустим, живете в беднейшем районе Индии. Вы из самой низшей касты. Ваша семья голодает на грани вымирания. Вас заботит одно единственное. Найти пропитание своей семье. Выжить. И вдруг вы находите просто огромнейшее количество риса. Вы просто можете прокормить семью и спасти. Но вам говорят, этот рис вы должны отдать просто вообще другим людям. Это ваш рис. Вы в принципе вправе распорядиться, как вы хотите. Но определение для вас вообще это пропитание отдать другим людям. Посторонним, вообще чужим. Естественно, вы не можете смириться с идеей, что вы не возьмете это в жизнь и не принесете своим. Потому когда Павел встретился с Христом, это ось вообще всего Ветхого Завета. Это крест, вокруг которого все мироздание, вся идея Бога, все планы, все откровения обращаются. Павел, встретившийся с Христом, просто не мог не пойти к своим людям. Он просто не мог не пойти к еврейскому народу. Потому он, естественно, с этим колоссальным откровением бежит к евреям. Хотя определением Божьим было именно к язычникам. Бог поставил ее апостолом и учителем для язычников. И когда Павел пошел к евреям, сколько он не бился, сколько он не проповедовал Христа, Христа же проповедует! Павел, он не имел от Бога содействия. Он не имел поддержки. Позже, в послании к Галатам, во второй главе, апостол Павел скажет следующие слова. Восьмым стихом. Ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных... Кто такие обрезанные? Еврейский народ. Понимаем, да? Петру, содействовавший с большой буквы, в моей Библии написано, содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников. И узнавши о благодати данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Удивительно. Апостол Павел и апостол Петр столпы церкви. Оба апостолы, оба имели встречу с Христом, оба проповедуют одного и того же Христа, одно и то же благовестие в их устах. Но когда Павел приходит на территорию, где поставлен Петр, Бог ему не содействует. Когда Петр приходит к язычникам, Бог ему не содействует. Когда Павел с этим же самым Евангелием, с этим же самым Христом идет к язычникам, Бог ему содействует. У него просто насаждаются церкви, у него получается разговаривать с этими всеми философами, в этих афинских ариапагах. У него просто содействие. Просто рука Божья на нем, и Бог ему содействует. И я вот стал замечать в Писании, это так важно, действительно послушаться, что Бог хочет от тебя. Мы можем начать любое служение, и казалось бы, все это важно, все это ценно для церкви. Есть нужда в детском служении, делаем детское служение, в хор могу пойти. Вообще трудно людям, которые все могут. Все могут. Некоторые приходят, я все могу. очень трудно такому человеку. Мы говорим о поиске того места, которое Бог определил для человека. Это важно, братья и сестры. Мы будем расточать столько сил, столько энергии, а содействия не будет. Серьезно. Я не хочу дальше занимать ваше время, развивать эту мысль, потому что хочу пойти с вами дальше. Что Бог хочет доверять нам в жизни, доверять служение. Доверять это вверять. Вверено. Бог, апостол Павел говорит, нашел меня верным, определив на служение. Бог вверяет. Вверяет это значит, отдает в мою волю, в мое распоряжение, какую-то область служения, какую-то часть служения. Бог просто передает. Это значит, вверяя. Вот 13 глава Евангелия Иоанна, она очень поучительна. Это речь идет об Иисусе Христе. Здесь написано так. «При праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбил своих живущих в мире до конца возлюбил их». Третий стих. «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его». Я однажды читал эту главу. Я знаю, что вам жарко, но хороший счет полчасика, и мы придем к молитве. Это очень важно. Ты своим духом просто воспримешь очень ценное слово. Оно тебе очень поможет. Ты просто покоришься Божьему Слову, и это тебя благословит в жизни. Так вот, я читал однажды эту главу, и мой взгляд, Бог остановил на вот этом выражении. Вот оно, вот это выражение. «Отец все отдал в руки Его». Вообще, Отец никогда, никому не отдает все в Его руки. Что значит отдать в руки? Иногда, по милости Божьей, Бог даже некоторым холостячкам таким солидным не дает даже жениться. Потому что сейчас Он портит себе жизнь. Завтра Он испортит жизнь девушки. Понимаете, верить кому-то, вот, ребенка, верить даже девушку. Вот, понимаете, она жила себе в доме с родителями. Это символизирует такой большой корабль, надежный. Там ее любили, там за ней ухаживали, там была финансовая стабильность. И здесь такой кавалер приплывает на резиновой лодке, знаете, кораблю. «Welcome, садись». Лодка вся палатана в таких дырочках всяких, знаете. Конечно, она рискует. Конечно, она волнуется. Конечно, она переживает. С такой стабильностью. Кто его знает, что он там, куда мы вообще заплывем. Хорошо, когда есть ветер, ты паруса поднял, все, по жизни так весело. А ветер закончился, чувства оседают. Вот, надо переходить на весла, нажимать. А здесь уже это дело такое, знаете, кто насколько трудолюбил. Вот. И, конечно, она рискует. И вот я смотрю, ну, мы не шутим, я вообще не шучу. Это очень серьезно, чрезвычайно серьезно. Я, ну, помню такой эпизод из своей жизни. Я делился с нашей церкви. Я просто хорошо его запомнил. Потому что это тоже был голос Божий. Прошло несколько дней после нашей свадьбы. И я стоял возле окна как-то в нашем доме. Стоял просто, был один дома. И Господь проговорил мне, я доверил тебе человеком. Это не миллион долларов. И не миллиард долларов. Я тебе доверил душу. Ты несешь ответственность не только за материальное благосостояние этого человека, за его здоровье. Ты несешь ответственность и за счастье этого человека. Если этот человек будет плакать из-за тебя, я с тебя всыщу. И вы знаете, это не значит, что я как бы женился, потому что боялся, и сейчас угождаю жене, потому что Бог мне голову свернет, знаете. Нет, нет, нет. Просто Бог показал мне ценность одной души, одного человека. И Бог сказал, я тебе его уверил. Если ты не хочешь иметь препятствия в молитвах, если ты хочешь, когда ты его зовешь ко мне, чтобы я сказал, слушаю тебя, Александр, будь осторожен, чтобы этот человек никогда не плакал из-за тебя. И это был диалог с Богом. И я понял, что Бог вверяет в нашу жизнь что-то. Что Он вверяет? В какую меру Бог вверяет нам в служение? В меру того, насколько мы знаем. Вот здесь много и часто повторяется слово «зная». Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его. Иисус, зная, что Он от Бога и шел. Иисус, зная, что над Богу, к Богу отходит. То есть Иисус знал вообще причину, почему Он пришел в мир. Иисус знал, кто Он, какой Его статус. Он знал, чего от Него ожидает Отец. Он знал, накануне каких дней Он стоит. Он знал. Он не только знал. Христиане, дорогие, с этого все начинается. Если я не знаю моего определения, если я не знаю, чего от меня ожидает Бог, как я могу угодить Богу? Вот я скажу Вам, угодите Богу сейчас. Вот я Вам даю 5 минут времени. Угодите Богу. Самый логичный вопрос, который Вы зададите, а чего Он хочет? Совершенно верно. Может, Бог хочет, чтобы Вы пол здесь помыли. Если Вы помоете здесь пол, это займет 5 минут у Вас. Вы угодите Богу. Что значит угодить? Это значит исполнить волю. Как можно угодить Богу, не зная, чего Он хочет? Потому все начинается с того, что Иисус знал. Что-то знал. Что-то очень ценное. Он знал. О себе. Он знал это. Тогда можно говорить о воле Богоугодной. Познавайте, что есть воля Божья. Благая, угодная. Когда мы можем говорить о Богоугодном поведении? Когда мы знаем волю. Никуда мы не отвертимся от этих вопросов. Когда Иисус, номер один, знал, чего ожидает Него Отец? Номер два. Он покорился покорился и принял эту волю, согласился ее выполнять, происходит чудо. Отец вверяет Иисусу в Его руки в меру того, насколько Он послушен воле, и в меру того, насколько Он знает, чему Отец от Него ожидает. И здесь написано, Отец все отдал в руки Него. Какое доверие? Какое доверие? Если вы ведете просто класс детской школы, что это такое? Вы должны знать, что туда вас поставил Бог. Вы должны принять эту волю Божью и знать, что вы должны делать. У вас будет знание от Бога, у вас будет озарение сознания. Поставьте меня туда, и я понятия не имею, что делать с этими детьми. Вы будете иметь полное пособие, вы будете знать, у вас будет знание от Бога, как вести себя в разных ситуациях. Мы вчера читали о Сауле, прекрасный пример. Саул моментально знал, что делать. Почему? Бог Святой на Него сошел. А как это получилось, что Дух Святой сошел именно на Саула? Случайно? Нет, не случайно. Это было определение, все исходило из определения. Бог из Израиля определил человека. И Бог не перепутал. И Дух Святой не просто сошел на кого-то. Просто он такой помазанный человек. А что он делает? Ну он вообще, вообще помазанный просто. По жизни помазанный. А что такое? Ну, в смысле? Он все может. У него золотые руки. Не верю. Не верю. Не может просто быть человек на все помазанном. Помазание, помазание, елее помазание, то, что было в Евгенском завете, оно подразумевало определение. Я помазываю тебя на пророка. Я помазываю тебя на царя. Я помазываю тебя на войну. Я помазываю тебя на это действие. Дух Господа Бога на мне, Он помазал меня не просто вот помазанный точкой. Он помазал меня на определение. Исцелять, проповедовать. Лето Господне благоприятное. Помазание – это содействие в области того, что Бог предусмотрел о тебе. Выйдешь из определения – помазание не действует. Поэтому номер один – нас должно заботить, чтобы Бог определил о нас. Серьезно. Номер два – когда мы, узнавая это, покоряемся и принимаем волю Божью о себе. Бог нас помазывает, благословляет на служение, а значит, вверяет нам какую-то часть, то, что в Его воле для нас. О, тогда начинается жизнь, полная просто романтизма. Жизнь очень интересная, очень интересная, удивительная, благословенная жизнь. Я вам хочу показать просто, что происходит дальше с человеком, которого Бог помазывает на определенные служения. Допустим, Неемия. Неемия – это было время Вавилонского плена. Разрешите мне две-три минуты вас ввести в курс дела, чтобы вы понимали, кто этот человек, чем он занимался и вообще, что произошло в жизни. Почему написана книга им самим? Иерусалим был разрушен. Иеремия предвестил Вавилонский плен. Люди были рассеяны. Часть людей жила уже там на территории разрушенного Иерусалима. Часть людей была в плену. Кто как пристраивался в условиях новой эмиграции. И вы знаете, Неемия очень хорошо пристроился. У него очень получилось. Он был, как это, в виночерпий, да, называется? Ну, короче, спаивал царя этого языческого. Добрее делал его. Вроде так. Правильно я говорю, да? Правильно. Молодцы. Вы следите. Значит, Иниемия начинает свою книгу с первой главы, начинает свою книгу словами со второго стиха. Пришел Ханани, или Ханани, или Ханани, нет ударения. Один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших Иудеях, которые остались от плена. Я в Иерусалиме. И сказали они мне. Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Очень короткий разговор, очень короткий диалог. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и был печален несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным. Вы знаете, Ниемия не страдал так, как страдают эти люди в Иерусалиме. Как, как? Что-то я неправильно сказал. Ниемия, Ниеремия, Ниемия, там две молодые сестры пытаются разобраться. Ниемия. Он не страдал так, как страдают эти люди в Иерусалиме. В Иерусалиме они жили в бедствии, не доедали, они тоже плакали, наверное, опастились. Этому человеку лично это не угрожало. Первый показатель, что Бог начинает работать с сердцем Ниемии. Знаете, если бы мы были на месте Бога, мы бы вот так сверху посмотрели и сказали, О, Ниемия, это мой избранник, он отстроит Иерусалимские стены. Когда мы оттуда смотрим, там все так ясно. Просто все так ясно, все так просто. Вся наша жизнь прописана, Бог знает наперед все вещи. Но когда мы отсюда смотрим, нам не так просто разобраться. И нам важно вывести определенные формулы, по которым мы можем понять, что это именно Бог работает с человеком. Так вот, Бог начал работать с Ниемией. В его сердце запало то, что происходит в Иерусалиме. Другие плакали, другим было тяжело, намного более тяжело, чем Ниемией. Короткое слово, которое сказал этот человек, который даже не пришел просить о помощи, которого Ниемия на свою голову сам спросил. Этот человек сказал им коротко. И он уже начал поститься, и был печален, и печален, и печален, и печален, и это не выходит из его сердца. И оно засело в его духе, и он не может, и он ворочается на постели своей. И ему уже не в радость то, что у него все устроено, а там же так плохо. И вторая глава в месяце не санят, уже прошло время, а оно не покидает сердце Ниемии. В двадцатый год царя Артаксеркса было перед ним вино. Я взял вино, подал царю, и казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне, а чего лицо у тебя печален? Ты не болен? Этого нет? А верно, печально сердце. Я сильно испугался. И сказал царю, да живет царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих запустения, ворота его сожжены огнем. И вы знаете, и вот он, Ниемия, во всей своей книге употребляет это ценное выражение во многих главах. Много раз он говорит, надо мной была споспешествующая мне рука Божия. Такой вообще монарх, как Артаксеркс, который правил над 127 областями, весь мир лежал у его ног. Да ему этот Ниемия вообще тысячу лет не нужен, для него никто. Для него даже этот Израиль вообще легче пустоты. Но этот человек вдруг принимает самое непосредственное участие. Бог располагает сердце этого великого монарха, и он начинает содействовать. Ниемия. То есть в жизни Ниемии начинает все получаться. Он получает письма сопроводительные, приезжает в Иерусалиме, я тороплюсь быстро. Ночью, чтобы никто не видел, он объезжает Иерусалимские стены, они все развалены. И вы знаете, я говорил в нашей церкви, я говорил, если бы я был с Ниемией рядом, и вот мы бы вместе ехали, я на своем осле еду, он на своем осле едет. И мы бы смотрели на вот эти разваленные стены Иерусалимские. Я бы, я, 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 человек не призван это делать, я. Посторонний человек, посторонний. Я бы сказал, Боже мой, кто может отстроить эти стены? Это нереалистично, это невозможно. Люди еле-еле могут пропитать себя, люди разваленные, племена набегают на них. Это невозможно, это нереально. Ниемия смотрела совершенно другими глазами. В нем моментально созревал план. Знаете, такое чувство, что в него залили столько энергии, сколько надо. В нем столько харизмы, в нем столько идей. Он из пальцев высосет, он достанет из-под земли. Он зарядит, он проведет, он поменяет ситуацию, но он сделает. Почему? Бог ее помазал на это. Чем особенен Ниемия? Совершенно ничем. Совершенно ничем. Бог суверенен. Он просто взял и избрал Ниемию. Он взял его и поставил. Ниемия моментально организовывает работу. Моментально. Вы знаете, люди это чувствуют, когда человек поставлен Богом. Вот общество это чувствует, нутром чувствует, что этот человек поставлен Богом. И, казалось бы, до Ниемии, да, уверен, нет этого Писания, но я убежден, что до Ниемии много раз собирались люди, говорили, сколько будем жить в таких условиях, надо что-то менять. В конце концов, кто может это все организовать? Неужели среди нас нет разумных людей? Что же это такое делается? Сколько будем терпеть это безобразие? Все это люди говорят. Каждый. Каждый плачет. Это коллективное горе. Никому не нравится эта жизнь. И сделать ничего не могут. Приходит человек, помазанный от Бога. Говорит, будем строить. Укрепили руки, будем строить. В нем есть от Бога это. Это и называется помазанием. Что делать Ниемию? Хотите честный ответ? Ничего. Ходит по стене вот так. Как дела идут? Нормально? Давай, 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 быстрее, быстрее. Люди строят. Кто строит? Люди. Люди строят. Он там участки поставил, людей по участкам. Люди строят. Ниемия не бегал там, знаете. Сам все он никогда не отстроил. Не на это Бог его помазал, чтобы он сам все сделал. Бог помазал его, собрать это общество. Я вчера говорил, в самом обществе, среди этих же людей, есть достаточно силы, достаточно помазания, достаточно мудрости решить свою проблему. Он просто должен прийти чиновник от Бога, которого Бог поставил туда. И Ниемия просто это делает. И мы можем сказать, о, Ниемия, да ты вообще можешь ехать к себе туда уже, к Артаксерусу. Мы уже здесь сами как-то разберемся. Я вам скажу, в день, в который Ниемия бы уехал, просто его отсутствие все бы остановилось. Так и было. Ему стоило отвлечься, работа останавливается. Хотя он лично ничего не делал. О, как бы нам это уразуметь. Как бы нам это уразуметь. Как бы нам молиться за постырей. Как бы нам молиться вообще за начальствующих. Почему Павел об этом постоянно говорил. Но почему же он говорил, прежде всего, прошу вас, совершать молитвы за начальствующих. За людей, которые стоят во главе. Ну что же это такое? Почему Сатана восстал на Израиля и возбудил Давида делать народную перепись? Да не Давид его интересовал. Народ. Но Давид настолько завязан с народом, настолько поступок Давида отражается на всем народе, что дьявол знает, что делает. Что если Давид не будет защищен Духом Божьим, если какая-то очередная бредовая мысль придет в его голову, это все пострадают. Почему? Потому что это человек, поставленный Богом государством. Надо молиться об этом. Как Христос учил? Христос сказал, если придет кто сильный, он не может дом расхитить. Почему? В доме есть хозяин. Если он не свяжет сильного, дом не расхитит. Вот куда бьет враг связать сильного, связать хозяина, связать первое лицо. А тогда грабь дом, грабь разваливайся. Нам иногда мы думаем, что там там епископ, что там пастор, церковь сама по себе. Но, друзья дорогие, это настолько важно, что мы должны постоянно, систематически окружать молитвами, окружать и благословлять людей, стоящих руководством, потому что их туда поставил Бог ради нас. Потерпите меня совсем немного, и я покажу вам еще один замечательный текст Писания перед нашей молитвой. И мне очень хочется, чтобы мы позвали людей, тех, которых Бог зовет в служение, чтобы мы просто молились, служители сюда выйдут. И мы будем молиться за тех людей, у которых в сердце есть желание, огонь, ступить дальше, ступить за грани, ступить туда, где Бог говорит, где мы должны послушными быть и выполнять Его волю. Я вам хочу показать один очень важный, интересный текст первой книги Царств, с 15 главы. Откроете, значит, будет хорошо. Нет, я прочту вам. 15 глава, первой книги Царств. Это последнее место, которое я буду читать. Вы знаете, перед тем, как мы прочтем этот текст, короткое предисловие. Самуил, пророк, и Саул, царь, это был переломный момент в жизни, в судьбе Израиля. Почему? На Самуиле окончилась эпоха судей, с Саула начинается эпоха царей Израиля. Вы это знаете. Самуил был последним судьей Израиля, а Саул был первым царем Израиля. Значит, был переломный момент, и Бог был огорчен и сказал Самуилу, не тебя они отвергли, а не меня отвергли, чтобы я не царствовал над ними. Но Бог через Самуила укрепляет Саула. И Самуил говорит обычному человеку, он там каких-то ослив ищет, у него там свои бытовые проблемы какие-то. Бог говорит через пророка Самуила, Саулу, Бог тебя избрал. Когда сбудутся над тобой все сие знамения, вообще верующему человеку знамения не обязательно. Верующий верою принимает определение. Бог определил Саулу быть царем. Бог его взял, поставил на царство. Но чтобы человека убедить, что Бог его избирает, часто мы ищем вот этих знамений, мы ищем этих подтверждений. И Самуил убеждает Саула и говорит, когда над тобой сбудутся все вот эти слова, которые я тебе говорю, и самое последнее из них, ты встретишь сон пророков, ты войдешь в среду этих людей, то есть это само по себе уже редкое явление. Ну, пророки же не ходят такими тучами, знаете, какой бы ты город ни зашел, всегда сон мы пророков. То есть само по себе редкое явление, были определенные школы пророков, при Елисеи была такая школа, они были, но это редкое явление. На всей земле там еще он этих ослит ищет, вообще в местах каких-то непроходимых. Вдруг идет сон пророка. То есть для Саула это вау, 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 в один день он встречает все, что предсказал Самуил. Саул входит в сон пророка по предсказанию Самуила. Самуил ему сказал очень сильные слова. Когда сойдет на тебя Дух Божий, ты сделаешься иным человеком. И с того момента все, что может рука твоя, делай, ибо с тобою Бог. Это очень сильно. Но Самуил оговорил, что Бог избирает Саула на царство. Это не значит, что бы ты ни делал, там, дрова рубить, там, не знаю, стихи писать. Что бы ты ни делал с тобою Богу. Нет. Самуил оговорил четко область, где Бог избрал быть Саулу. И потому Бог помазывает его на царя, на царство. То есть, вступай в свои полномочия, действуй. Потому Саул пережил это, в принципе, должен бы вступить в права царя. Но Саул как бы был боязливым человеком. Для него, по всей вероятности, это большой роли не сыграло. Он вернулся опять к полю. Он опять работал на поле. Я не об этом сейчас. Когда Саул не послушался Господа. Когда Саул не послушался Богу. И мы читаем очень интересный текст, что приходит к нему Самуил. И говорит, Господь отторг. Отторжение. Отторг. Отделил. Царство твое от тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Часто мы думаем, что Бог отверг Саула как человека. Это очень неверная мысль. Я не согласен с этой мыслью. Саул это еще, это не только царь. У Саула была семья, у Саула были дети. Саул был обычным человеком, как и все остальные мы обычные люди. У нас есть социальный статус, у нас есть семейный статус. Вот. То Бог забрал у него царство. Он не справился на территории своего призвания. От домостроителя требуется, чтобы каждый оказался верным. Когда человек проявил неверность, вот когда я читаю, скажем, книгу Откровения, и там написано пастырем церквей. Если ты это не сделаешь, пастыр церкви, я сдвину светильник твой. Я лично, мое мнение, что это не значит, что Бог говорит, я тебя в ад пошлю. Это значит, что я заберу у тебя служение. Ты лишишься служения. Ты лишишься статуса служителя, потому что ты проявляешь неверность. От служителя это первое требование. Он должен оказываться верным. Итак, Бог забирает царство у Саула. Но Саул царство не отдает. Парадокс. Саул сохраняет позицию, но помазание уходит. Самая большая трагедия, которая была у Саула, их было две. С тех пор, как Бог забрал у него царство, что за царство забрал? Корону не забрал. Трон не забрал. Финансовое обеспечение не забрал. Это Саул должен был сам отдать, понимая, что Бог забрал у него царство. И у Саула было две проблемы, которые сопровождали его жизнь. Первая проблема. Дух злой посещал его. Я верю, что это Бог просто его выталкивал. И он чувствовал себя прискверно, плохо, душевно, мутило его, его выворачивало. Он знал, что это не его место. Все в нем говорило. Уступи. Бог избрал другого человека, которому передал царство. Уступи. Он три раза, по крайней мере, я нашел в Ветхом Завете. Три раза, когда Саул встречается с Давидом, и он говорит, верно, ты будешь царствовать. Сам Саул своим собственным языком это произносит. Ты будешь царствовать, и царство будет прочно в руке твоей. Он это говорит. И все равно не отдается их позиции. Это была первая проблема Саула. Вторая проблема. Бог ему не отвечал. Это так тяжело. Когда человек стоит за кафедрой, когда человек в каком-то служении, и Бог ему не отвечает. Он не слышит голоса. Он, бедняга, метался. И там урим тот, и камни. И что он не делал? Бог не отвечал. Почему? Человек не на своем месте. Бог не может ему содействовать. Бог не может его поддерживать. И вот другой человек. Тот текст, который вы открыли в Писании, первая книга Царств, 16 глава, это дом Иесея. Иесей был отцом Давида. И у нас нет времени. 12 стиха будем читать. И послал Иесей, и привели его. Как вы думаете, кого привели? Давида. Давида. Он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. Какие слова. Какие слова. Знаете, что было дальше? Взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его. И почивал Дух Господен на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в раму. А от Саула отступил Дух Господен и возмущал его злой Дух от Господа. Как это интересно. Я думаю, что это действие происходило одновременно. Вот елее помазание Самуила сопровождалось чрезвычайно важным событием в мире Духа. Это было видимо, это было визуально. Он взял обычный рог животного, наполнил его маслом, вылил на голову Давида по слову Господа, помазывая его в царя. И вот когда масло текло на голову этого молодого человека, в духовном мире что-то произошло. Что произошло? Дух царский, который был на Сауле, который содействовал Саулу, когда Саул действовал очень уверенно, мы вчера читали, Дух Господен сошел на него и он действовал очень мужественно. Этот Дух перешел на Давида. От Саула отступил, а на Давиде почил. Что, вот спросить бы Давида и Саула, что ты почувствовал в этот момент? Что ты пережил в этот момент, когда Дух Святой оставил тебя, Саул? Мне кажется, это как у человека выключили свет. Человек просто потерялся. Он совершенно теперь не мог ориентироваться на территории своего служения. Бог просто не подсказывал ему, не содействовал. Так у человека начинается паника, он начинает всех подозревать. У него страх. Он меняет свои действия, меняет мнения. Он привлекает советников. Здесь же их не слушает. Здесь же подозревает их в заговоре. Человек, короче, в панике. Страх сопровождает его жизнь. Если спросить у Давида, что Давид пережил в момент, когда Дух Божий сошел на Давида? Давид бы сказал, ко мне пришла ясность, ко мне пришло разумение, что надо делать в Израиле. У Давида, как мазью кто-то помазал глаза, у человека пришла ясность, как организовать свою территорию служения. И это так мощно. Просто человек это видел. Божий Дух судействовал ему. Это расположение народа. Это, когда мы читаем о Давиде, знаете, что меня больше всего шокирует, шокирует в жизни Давида? В том, что Давид еще не был на троне. Еще ничего не произошло. Он еще бегал, как коза дикая по горам. Но Давид уже царствовал. Он уже царствовал в сердцах людей. Люди его любили, и люди его признавали царем. Хотя он не мог добраться до того трона. Когда он однажды сидел в пещере, и они наблюдали, как филистимляне в его городке, в Вифлееме, оккупировали колодец. И написано, что Давид вырос там, и он знал этот колодец. И в нем тоска такая по дому. Представляете, он смотрит. Это родной колодец. Он там вырос, он оттуда пил воду. И Давид сидит. Ничего не может сделать. Он думает, сейчас нападу на филистимлян. Придет Саул, меня убьет. Поймает. Я между двух огней. Эти необрезанные ругаются над нашими женщинами, над нашими девушками. Оскверняют колодцы, которые вырыли отцы наши. Представляете, какая боль. Человек просто видит это гражданские смуты. Раскирзали народ. И он сидит в этой пещере. И с такой печалью. Сам себе говорит. Возможно, где-то под нос себе пробурчал. Говорит. О, кто бы дал мне напиться воды с этого эфириевского колодца. Это не был приказ. Он ни от кого этого не требовал. Он не мог требовать. У него не было подданных. У Давида только друзья были. Вы представляете, что происходит. Трое. Их никто не просил. Услышали. Желание Давида. И они пробрались сквозь строй филистимский. До колодца. Потерпнули воды. Ты что, Давид? Не можешь без воды? Это что за капризы? Ты что, не понимаешь? Все жажду. Всем плохо. Нет. Это не приказ. Это желание человека, которого они так сильно уважали. И они приносят воду им. Когда они принесли воду. Представляете, грязной. Может быть, подцарапанной. Может, окровавленной. Где-то дрались. С пересохшими ртами. Говорит. Давид. Пей. Вот я, когда эту картину увидел. И Дух Божий преломил это в моих глазах. И просто увидел. Вот это царь. Вот это царь. Понимаете? Представляете, что Давид делает? На глазах у всех жаждущих солдат. У всей этой толпы. Давид берет эту воду. Медленно выливает на землю. И говорит Бог. Это тебе во славу. Все во славу. Спасибо тебе за таких мужиков. Спасибо тебе за таких людей. С такими людьми можно царствовать без короны. С такими людьми я не пропаду. Вот это авторитет. Вот это царство. Вот это помазание. Вот это признание общественное. Вот это царь. Вот это царь. Там во дворце сидит царь. Который мучается. И дух злой приходит и он бессловится. Я просто показываю вам, друзья, что там, где ты поставлен, О, ты будешь радоваться. Какие бы жесткие обстоятельства тебя не окружали. Ты будешь радоваться. Почему? Потому что Бог тебя туда поставил. Тебе не столь важно, что там происходит юридически в этих кругах. Тебе важно, что это знают люди. Это свидетельство в твоем духе. Это твое служение. Оно твое. Вы знаете, я просто понял, что в большом доме есть сосуды разные. И золотые, и деревянные, и серебряные. И там написано. И там написано. Главное быть сосудом в чести, благопотребным и пригодным владыке на всякое доброе дело. Вот что важно. Это не важно. Ты в золотом почетном потреблении. Ты просто глиняный горшок какой-то. Это вообще не важно. Это не важно. Важно, чтобы хозяин мог тобой воспользоваться. Вот что важно. Я вам не вру, перед Богом говорю. Это самое важное, что есть в моем сердце. Потому я вообще не разделяю. Я не вижу разницы. Сейчас говорит двум-трем тысячам людей и говорит двоим людям или троим. Если я говорю, и меня Бог поставил, я точно так же говорю с одним человеком. Я так же готов потратить два, три, пять часов, если Бог меня поставил. Если Бог мне скажет, просто встань на двери, приветствуй людей. Я это буду делать. С удовольствием. Потому что радость моя состоит в чем? Что хозяин мною пользуется. Хозяин пользуется мною. Понимаете? Вот где удовольствие черпает духовный человек. Для него не важно, насколько он в большом или маленьком потреблении. Для него важно, что он в употреблении. Амин? Он в употреблении. Вот тогда конкуренция умирает. Вот тогда это страсть к состязаниям, страсть к сцене, страсть доказать кому-то что-то. Она вообще плоть, смердючая плоть, вонючая. Это надо все гнать. Это нельзя таких людей пускать. Вообще на сцену. Человек должен научиться служить. Он должен видеть не массы, он должен видеть личность человека. И разговаривать с личностью человека. И служить человеку. Меня так впечатляет Иисус. Он оставляет тысячи людей. Переправляется на Гадаринский берег ради одного человека. Который бедняга там бьется в гробах, кричит. И он знает, как Бог в своем всеведении знает, что Гадаринский берег его не примет. Никто его не примет. Его там чуть не побьет. Он еле оттуда ноги унесет. Он уплывет оттуда. Но там есть человек, которому плохо. Я не знаю, кто... Я не буду спрашивать, это может он так очень выдаст вас. Никита Михалков сделал замечательный фильм «12». И в этом фильме есть такой потрясающий эпизод. Простите, что я уже так, да. Потрясающий эпизод. Человек, который рассказывает свою жизнь, говорит, я был успешным инженером, но власть советская не дала мне состояться. Мои проекты запороли. Я спился. Я потерял веру в себя. Я стал просто нарываться на неприятности. Я хотел что-то сделать в своей жизни, чтобы меня или посадили, или покончить жизнь свою. То есть, абсолютно опустился до уровня бомжа еще ниже. И он говорит о себе, рассказывает и говорит, «И однажды я ехал в автобусе, и люди от меня шарахались, потому что я всегда нарывался на неприятности. Я искал приключений, чтобы как-то уйти с этой жизни». И я, говорит, помню, как сидела женщина с маленькой девочкой, со своей дочерью. И дочь сказала, «Мама, этот дядя сумасшедший». И он говорит, «И эта женщина сказала своей дочери, нет доченька, он не сумасшедший, ему просто плохо». Этот человек сказал, и впоследствии эта женщина стала моей женой. В меня кто-то поверил. «Я смог восстать». Нашелся человек, который не увидел моего сумасшедшего. Нашелся человек, который увидел мою душу и сказал этому человеку просто плохо. Он смог подняться. И человек, который смог подняться, он сможет поднимать других. Друзья, просто Бог в нас верит. Это очень сильно. Бог в нас верит. Когда люди в нас потеряли веру, когда, возможно, родители уже потеряли в нас веру, когда пастыри уже принимали 3, 5, 10 исповедей и потеряли веру, Бог продолжает в нас верить. А значит, Бог имеет для нас определение, а значит, Бог силен поднять нас из пепла, силен восстановить нас. Мы будем иметь молитву. Вы знаете, я помню свои 18 лет, когда однажды один человек приехал к нам в город, и мы имели собрание за городом в лесу. Там были все пастора города. И это была взрослая аудитория. Я не знаю, как я туда попал в свои 18 лет, но я туда попал. Я там был. Этот человек говорил о служении. И я хорошо запомнил все взрослые, дяди, опытные, слушали его. И потом он в конце сказал, может быть, кто-то хочет, чтобы Бог его употреблял в служении. Вы знаете, у меня, наверное, раз 9 такое в жизни было. Это было настолько мощное внутреннее чувство, что это Бог говорит к тебе, что я себя запомнил, что я на коленях шел по проходу. На коленях просто. Я весь дрожал. У меня теперь слезы. Я на коленях выполз вот сюда, к алтарю. и я просто знал, что Дух Божий на мне. Или вы думаете, Давид не имел Духа Божьего на себе? Вы думаете, Давид каким Духом догонял льва, там, медведя? Божьим, конечно. А какой тогда Дух на него сошел? Он, этот Дух, помазавший его на определенное служение. Так и в моей жизни Дух Божий был во мне. Я был крещен Святым Духом. Я ходил с Богом. Но это было что-то другое. Это была другая фаза. Это был другой этап. Это было то, когда Бог говорил, Ты созрел. Приди. Я помажу Тебя. И я поставлю Тебя. И вы знаете, у меня как-то так в жизни получилось, что меня не люди поставили. До того, как люди поняли, что Бог меня поставил, Бог меня первым избрал и поставил. Потом были люди, и люди признали это все. Но как же славно опираться на вот это свидетельство Духа и знать, что Бог меня избрал. И Бог меня поставил. И я избран не человеком, а Богом. если это свидетельство есть в твоем сердце и Дух Божий тебя зовет в любое служение, лишь бы хозяин мог тобой пользоваться. Я хочу, чтобы мы прямо сейчас вы могли выйти со своих рядов и вы придете сюда. Пастор Сергей Сергеевич просил, чтобы первая молитва будет просто пред Богом. Давайте встанем за ноги. это будет определенная молитва. Молитва пред лицом Божьим. Вы не к человеку выходите. Если у вас есть мощный внутренний голос, свидетельство, что это было слово для вас, я попрошу таких людей просто пройти вперед сюда и просто склониться перед лицом Божьим. Это ваш день и это ваше свидетельство, что Бог вас призывает в служение. Вы, возможно, до конца не знаете, что это за служение. Вы не знаете, но у вас в сердце есть просто дрожь. У вас в сердце есть голос, который говорит, этот день я организовал для тебя. В этот день я говорил с тобой. Я пришел сюда говорит с тобой. Я буду иметь дело с тобой, независимо, где ты родился, какое у тебя прошлое, насколько сильную или слабую церковь ты посещаешь. Я буду иметь дело с тобой. Я избираю тебя для этого служения. Халлелуя, Господь. Мы просто предстоим перед Богом. Каждый из этих людей это отдельный человек, которого Господь призывает просто быть в служении. У нас разное может быть образование. Это вообще не играет сейчас роли. Играет роль это сердце. Сердце, которое мы отдаем Господу сейчас. Сердце, которое мы делаем послушным в ответ на голос Божий. Мы закроем наши глаза и мы обратимся к Господу в молитве. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь, Иисус. Мы благодарим Тебя, что Ты здесь, Дух Божий. Елей Божий, Елей Божий, Елей Божьей благодати. Елей, которым Ты помазывал на пророков и на царей. Елей, который Самуил когда-то выливал на Давида. О, я верю, что этот Елей способен сегодня выливаться на нашу голову, выливаться на наш дух. Я верю, Господь, что Ты так и сегодня избираешь себе рабов, мужчин и женщин, чье сердце вполне предано Тебе, чтобы исполнять Твою волю, не свою волю, но Твою волю, чтобы покорить свою жизнь, свою молодость, свои чувства, свое время, покорить Твою волю, Господь. Боже, мы молимся вместе со всеми этими людьми. Прямо сейчас мы посвящаем наши жизни. Мы отдаем себя на алтарь, мы возлагаем себя на жертвенник, Господь. Мы отдаем свое тело в жертву просто и душу наше, и время наше. Отдаем жертву, Господь, для Тебя. Ты наш хозяин. Ты возьми нас, Господь. Ты прими нас, как благоухание приятное. Мы отдаем себя Тебе. Мы отдаем самые лучшие годы нашей жизни для Тебя. Мы не знаем, как это делать. Мы не умеем это делать, Господи. Но мы верим, что помазание, которое на нас, оно истинно и не ложно. Оно будет вести нас, оно будет учить нас. Мы будем слышать голос Твой. Мы принимаем это помазание. Мы прямо сейчас принимаем это помазание на то служение, на которое Ты определил нас. Я верю, Господь, что Ты сейчас в Духе показываешь видение некоторым людям. Они в Духе видят Своё служение, видят то, к чему Ты их вел многие годы, видят, Господи, то, через что они должны переступить, и они должны покориться Тебе. Я верю, Господь, что в Духе Святом Ты показываешь нам сейчас, Ты открываешь, к чему Ты призываешь этих людей, и чего Ты ожидаешь от этих людей. О, Господь, я благословляю каждого из этих людей, чтобы их сила Твоя сопровождала их жизнь, чтобы их служение выросло в огромные масштабы, чтобы Царство Твое распространялось через этих людей, чтобы они видели руку Твою споспешивающую на всех их путях. Мы благословляем этих людей именем Иисуса Христа, именем Иисуса Христа, Сына Божьего, именем Иисуса Христа мы принимаем это призвание именем Иисуса Христа, именем Христа, даже немощное, даже хромое, даже то, что человек бы никогда не избрал. Бог говорит, я избираю, я сделаю Тебя причиной моей славы, я через Тебя превознесу свое имя, я через Тебя распространю свою славу, я выбираю Тебя. Господи, мы принимаем это избрание, мы принимаем, Господи, когда Ты приглашаешь нас, когда Ты зовешь нас, убери с нашего сердца всякое высокомерие, убери все камни, которые препятствуют Твоей славе прийти в нашу жизнь, все, что мешало Тебе в нашем характере, как мы слышали сегодня, замечательное слово, Боже, все, что преграждает путь Твоей славе, все, что преграждает путь Твоей славе, мы от него отрекаемся, мы отказываемся во имя Иисуса Христа, от всего, что преграждает путь Твоей славе, Я отрекаюсь от всего, что останавливает Твою реку, что останавливает Твое движение. Я отрекаюсь от всякого страха, который останавливает меня в служении. Я принимаю Твою волю, Отец. Я принимаю всю Твою волю во всей полноте. Я принимаю все Твое помазание. Я буду идти, я не остановлюсь. Человек меня не остановит, потому что Бог меня избрал, потому что Бог меня позвал. Я пойду, я не утомлюсь, я не устану, потому что Бог дал мне крылья, потому что Бог будет меня поддерживать. Я буду уповать на Бога, я возлагаю Своё упование на Бога. О, халлилуйя! 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 Я возлагаю Своё упование на Бога. Халлилуйя! Не на человеков, не на экономику, не на признание общественное. Я возлагаю Своё упование на Бога. Я доверяю Тебе, Бог. Я пройду через всё. Я пойду через воду, и вода меня не потопит во имя Иисуса. Я пойду через огонь, и огонь меня не опалит во имя Иисуса. Никто меня не остановит, потому что я принимаю то, что сходит свыше, то, что сходит с неба. Твоя вода разрушит все преграды. Она разрушит все дамбы. Она сметёт все преграды на пути. Я буду плыть в Твоём потоке. Я войду в полноту Божью. Я вхожу в полноту Божью. Я вхожу в полноту Божью. Я вхожу в Твой полный поток, Господь. Я вхожу не в частичную Твою волю. Я вхожу в полную волю Твою. Я принимаю всю волю Божью для моей жизни. В чём бы она ни выражалась, я буду послушен. Я отдаю себя Тебе, Господь. Я посвящаю себя Тебе. Я отдаю себя Тебе. Аллилуйя. Я верю, что Бог в очень скорое время это Слово Господне откроет границы в Китае. Бог разрушит всякую коммунистическую империю. Бог будет прославляться в тех народах, где долго удерживали Его славу. Бог хочет поднять храмово у красных дверей храма. Бог через этого немощного сделает великое пробуждение. Человек не остановит то, что замыслил Бог. О, Господь, я верю, что Ты здесь готовишь людей, которые даже будут закланы, которые заплатят физической своей жизнью в теле. О, Аллилуйя. Они заплатят, Господь, они будут как зерно, которое упадёт в землю, но принесёт много плода. Я верю, Господь, что вернутся времена Первой Церкви. Вернётся слава Твоя. Вернётся слава Твоя, когда человеческая гордость будет упразднена. Когда Ты будешь возвеличен, когда Ты будешь прославлен, мы принимаем Тебя. Мы принимаем Твою волю. Мы принимаем Твою волю, Отец наш. Мы принимаем Твою волю. Поддержи тех людей, кто сегодня разбился. Поддержи тех людей, кто сегодня отчаян. Бог посылает свое слово к тем служителям, которые разочаровались, которых мало было поддержки, которых часто били по рукам. Дьявол не хочет, чтобы вы несли служение. Бог хочет, чтобы вы восстали сегодня. Бог говорит, что рука моя не сократилась, ухо мое не отяжелело слышать вас. О, я все еще сильный, я все еще на троне, я все еще Бог, меня никто не снял с престола. И тверда вселенная, потому что я правлю этим миром, я все еще хозяин. И люди, замышляющие зло, я обращу в добро, и вы прославите имя мое. Аллилуйя, Господь, я принимаю это откровение в свой дух. Я принимаю Твое слово. Я принимаю Твое послание. Я верю, Господь, что Ты позволишь пройти нам через разные времена и разные преграды. И мы преодолеем путь. Мы верим, Господь, что Ты готовишь мощную армию в этой стране. Ты готовишь сам. Ты сам готовишь, Господь. Ты сам готовишь, Господь. Я слышу это свидетельство в моем духе, что Ты сам готовишь эту армию. Нам иногда кажется, как Илья, что мы остались одни. Но Бог говорит, нет, я соблю сам себе семь тысяч людей, которые не преклонили колено перед материализмом, перед деньгами, которые не разменялись, которые не предали меня. Я сам себе соблюл этих людей. Господь, я знаю, что это Твои люди. Они есть у Тебя. Они записаны в Твоих списках. Аллилуйя! 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 Вот благоволение Божье на Вас. Благоволение Божье на Вас. Рабы и рабы не в Доме Божьем. Я и залью от Духа моего, говорит Господь, на всякую плоть, на рабов моих и на рабынь моих. От Духа Святого придет полнота. Приходит помазание. Просто принимай верую. Принимай то, что это Твой день. Принимай верую, что Бог хочет, чтобы ты шел дальше. Бог хочет, чтобы ты видел то, что Он видит. Принимай своим Духом откровение, которое Бог тебе посылает. Преодолей все преграды. Слава Божья явится на Твоем доме. И Бог накроет трапезу прямо перед лицом врагов Твоих. Бог накроет трапезу. Бог накроет стол. Бог прославит Твое служение прямо перед лицом нечестивых людей. Перед лицом завистливых людей. Бог прославит всякое смиренное сердце, чье сердце вполне предано Ему. Бог превознесет всякого, кто отдан Богу полностью. Аллилуйя, Господь! Мы принимаем это пророчество. Мы принимаем это в наш дух. Мы не хотим быть на чужом месте. Мы хотим быть на своем месте. Там, где Ты определил нам то, что Ты предназначил для нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя, Господь! Мы принимаем это в наш дух. Мы принимаем, Господь, все, что исходит от духа Твоего. Мы принимаем прямо сейчас. Мы слышим, как Твой дух служит духу нашему. Как благодать Твоя обволакивает наш дух. Мы слышим, Господь, как Твое исцеление просто проходит через наши кости, через наш разум. Как Ты выравниваешь кривизны нашего сознания. Как Ты служишь нам. О, Дух Божий, просто направь нас. Направь нас, Боже, мы неопытны, мы молодые, но мы пойдем и мы не заблудимся, потому что мы предали Тебе сердце нашим. Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! Дай нам увидеть при жизни еще нашей. Дай нам увидеть дождь. Дай нам увидеть Твой дождь. Дай нам увидеть Твою славу. Дай нам увидеть полноту Твою, дай, Господи, чтобы исполнились Твои пророчества и Твои откровения. О, Господь, мы выравниваем все кривизны перед Тобой, мы убираем все камни с пути, мы хотим, чтобы Ты изменял наш характер, мы отдаем Тебе, Господь, всю свою жизнь в Твою волю. О, направляй нас, Отец, Ты прекрасен, Ты прекрасен, Ты прекрасен, Сын Божий, мы принадлежим Тебе, мы принадлежим Тебе, мы принадлежим Тебе. Я хочу, чтобы мы еще взяли несколько минут, друзья, мы поднимем наши руки и просто поблагодарим Бога за такую участь, за такой прекрасный удел, что мы избраны не человеками. Аллилуйя, Господи, я благодарю Тебя, что моя жизнь, она принадлежит Тебе, не человекам, она принадлежит Тебе, что я Твое сокровище, что я Твое украшение, что я Твоя радость, что Твоя любовь, она принадлежит мне, и я принимаю верою всю Твою любовь, и я принимаю Твое определение обо мне. И я верю, Господь, что Ты весь этот мир создал для меня, и я принимаю все богатства земли для себя, и я принимаю всю полноту жизни для себя, и я принимаю все, что Ты определил для меня. Я принимаю, Господь, всякую благодать Твою прямо сейчас, и я благословляю Твое имя, и я благодарю Тебя, что Ты отделил меня для себя, что я Твоя собственность, что меня никто не заберет из Твоей руки, что нет такой силы, нет такого зла, нет такого горя, нет таких негодных людей, которые бы могли меня отлучить от Твоей любви. Меня ничто не отлучит от Твоей любви. Я отдаю себя в волю Твоей любви. Я знаю, что ни смерть, ни жизнь, ни будущее, ни настоящее, ни люди, ни ангелы не отлучат меня от Твоей любви. Я принадлежу тебе. Я твоя собственность. Я твое дитя, Отец. Ты мой Отец. Я люблю тебя. Я принадлежу тебе Духом моим. Может быть, я несовершен. У меня многое не получается. Но ты знаешь, что я люблю тебя. Ты знаешь, что Дух мой принадлежит тебе. Ты знаешь, что сердце мое принадлежит тебе. Ты знаешь, что я не лгу тебе. Что сердце мое принадлежит тебе. И я твой ребенок Я от тебя произошел, я от тебя родился И я к тебе возвращусь И я буду с тобою вовеки Я буду с тобою всегда Аллилуйя Я буду с тобою всегда Никто мне не заберет этой радости Никто меня не лишит этого удела Я буду с тобой навсегда Во имя Иисуса Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Я принимаю это Господь как от тебя Аллилуйя Амельяю.